Наш родной Ирам разрушен, и нам придется бежать из него в караван-сарай. Как дела, друзья? Меня зовут Мако, мы продолжаем с вами проходить игру под названием караван. И давайте посмотрим, куда нам нужно двигаться. Шарора. Давай пойдем в Шарору. 21. Так, длительность путешествия 14 часов, расход воды 5 минут. 5 минут. Хорошо, давай, погнали. Может нам отец что-то расскажет такое интересное, что же здесь вообще случилось, и почему люди погибли. Какого фига вообще происходит? Из песчаной пелены вынырнула призрачная фигура и устремилась к вам. Это джин, что ли, какой-то? Нифига себе. Да, джин, смотри. Арен, дурак ты этакий. Что ты натворил? Из-за тебя погибло целое царство. Его судьба твоих рук дело. Отец, что происходит? Какое существо ты имеешь в виду? Я пытаюсь остановить это существо. Вот, бери амулет своей матери, он будет всегда напоминать тебе о нас. Беги. Но у меня так много вопросов. Уходи прочь, беги. А ты иди сюда, злой демон. Амулет, отдай его. Он убил, что ли, отца? Фига себе. Так, ладно. А, погоди, багаж. Бурдюк, бурдюк один нужно выкинуть. Да, и еще один придется выкинуть, потому что у нас перегруз получается, друзья, с вами. Ничего себе. Но мы, типа, продолжаем свой путь, как ни в чем не бывало. Ха-ха-ха, вот это поворот Джина вообще я не ожидал. Глава первая. Собейское царство. Вы наследник трона своей матери, царицы Ирама Многоколонного. Некогда цветущий край пал жертвой ужасного проклятия. Много дней и ночей бушевали песчаные бури из пустыни Руб-Эль-Хали. Пока не погребли город под барханами. Барханами. Пардон. Вам чудом удалось спастись. И теперь вы хотите раскрыть тайну проклятия, которая погубила вашу семью и весь город. Но путешествие по пескам Древней Аравии грозит сложностями и исполнено опасностей. Вам не обойтись без помощи и большого количества серебра. Вау. Хадат. Вы уже не помните, сколько дней убегаете от бури. Наконец, где-то в стороне обнаружился колодец. Жажда подсказывала, что без воды вам долго не протянуть. К счастью, в колодце оказалось достаточно воды, чтобы вы могли наполнить бурдюки. Но у нас и так максимально. Проигнорировать и поговорить с хранителем. Давайте поговорим с хранителем колодца. Ты идешь из Ирама в одиночестве? Это безумие. Нельзя бросаться, сломя голову в песчаную бурю. Ведь это необычная буря. Хорошо. Шарура. И куда нам теперь? Что нам теперь делать? Хадет Кубец. Ну да, у нас полно с вами получается воды. Давай посмотрим. Кайрат Альфав. Наверное, нам дальше. Путь пролагается сюда. Один день пять часов. Расход воды шесть. Хорошо. Давай продолжим путь. Исследовать Южную Аравию и найти покровителя. Подожди, а что это были за сабли? Сабли это получается бой? Нас ждал или нападение какое-то было? Вы узнаете этого верблюда. Он когда-то принадлежал вашему отцу. Животному удалось спастись от бури. Взять с собой, конечно. Круто. Так, мы погнали. Ох, хоть подспорье какое-то с верблюдом будет, да? Прикольный, кстати. Надеюсь, на главном значке на видео вам тоже понравился верблюдик. Классный, красивый такой вообще. Чистенький и ухоженный. Я старался. Исследовать Южную Аравию и найти покровителя. Так, ну давай посмотрим, что у нас тут есть. Дофига всего вообще. Кайрат Альфав. Марита Горожанин. Фома Купец. Шай Купец. Ну, давай, наверное, к барышне, к Марите сначала заглянем. Я ищу кого-нибудь, кто доставит мне очень ценную семейную реликвию из Наждана. Наджана. Если привезешь ее, получишь щедрую награду. Поможешь мне? Да, почему бы нет. Хорошо. А еще что-то хочешь? Или мне придется вернуться потом к ней? Ну ладно, давай с Фомой поговорим. Приветствую! Ты отправляешься в Наджаран? Я тоже туда иду. Но путь мне преградили странное создание. Может, вдвоем будет безопасней? Что скажешь? Конечно, я щедро заплачу. Идем. Дополнительный герой Купец. Расходы воды 5. Ну давай, сейчас пополним все-таки. Прекрасно! Будем надеяться, что это были всего лишь миражи, навеянные жарой. И ничего нам не угрожало. Так, ладушки. Шай Купец. Хочешь, я покажу свои товары? Да, покажи. А, у нас же есть теперь с вами верблюд. Это прикольно. Только в бурдике он, конечно, не продает. Одежда, молоко. Смотри. Молоко, пшеница, шкуры, шерсть, золото, шерсть, лен. Одежда, инструменты, перец, анис, алмаз и украшения. Что бы такое вот взять, чтобы перекупить? Я вот даже не знаю, стоит ли нам что-то покупать сейчас. Я, наверное, останусь при своих денежках. То есть, мы не сможем купить, к сожалению, бурдюки. Понятно. Но наполнить их сможем. А, купить можно тут. У нас один верблюд, я не знаю, стоит ли... Давайте, наверное, просто пополним запас воды. И посмотрим на карту, насколько далеко нам идти. Ну, так себе, в принципе. До Большого Мариба... Тоже недалеко. Давай так, наверное, пойдем. Да? Походу. Ну, вроде бы как-то. Ладушки, погнали. Блин, как же прикольно. Расходов воды 12. Минимум. Минимум 12. Давай рискнем. Просто мы... Помните, друзья, да? В прошлой серии мы с вами потеряли всех верблюдов вообще. До одного. И если я сейчас даже куплю один бурдюк... Хотя лучше, наверное, так и сделать. Правда? Давайте один все-таки купим. Если минимум 12, нам нужно... Вот так, хорошо. Все, теперь погнали. Итак, у нас получается семейная реликвия... Еще дополнительно, да? К... Собейскому царству. И встревоженный купец. Проводить купца в Наджран. Ух, целая бандеха, смотри. Ну, они без оружия. И такие, вроде как... Приветливые. Вы подходите к одинокому торговцу в пустыне. Он жалуется, что его снаряжение испортилось и просит помочь. Что вы будете делать? Помочь ему? Когда вы подходите с торговцем к его верблюду, он захватывает нож и угрожает вам. Напасть на купца. Так, 70, 70, 80. И у нас... Ой, блин. Че себе. Фигово дело. Маковей. Здоровый такой. Смотри, сколько у него. Рейтинг второй. 190 жизни. У нас 135 будет. Такси, такси. Первым ходит герой. Давай. Нападение. Хитрость. Хитрость 35. У него хитрости 80, да? Давай возьмем 50 очку. И увеличим нашу хитрость для начала. Я пока еще не спец, как вы понимаете, друзья, в этом деле. Но... 70, 70 поровну, да? А... Кубик хитрости... Так. 75. А если... Ага. Вот оно как. То есть еще, кроме того, и цвет должен совпадать по этому. Надо повнимательнее следить за этим. Конечно же. Так. 25. Давай-ка мы, наверное... Вот так вот сделаем. Ау. Все, он сдох? Нет. Смотри, у нас 60 здоровья только. Ау. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так. Хитрость. Ну ладно, давай хитрость. Бой не забываем. Еще хитрость. И последнюю хитрость забирает он. 20, 120. Смотри, как он нас опережает. У него... Наносит урон 0. Мы наносим, да? А у него... Ай. Так, ну ладно. 50-очку, значит, сюда. В защиту. А... Теперь. Теперь, теперь, теперь. Хитрость не очень нам помогает, конечно. 50 урон и 30 он хитрости берет. Ваш аватар гибнет. Класс, игра окончена. Нормальный ход. Смотри, и этих тоже подкосили бы нормально так. Ну, конечно, последнее сохранение. Ты прикалываешься. Так, ладненько. Давайте возьмем все, все как было. Угу. Сейчас попробуем как-то по-другому. Если, конечно, наткнемся на них. Смотри, совсем другие уже события идут. В пути вы попадаете в пересохший оазис, где стоят какие-то заброшенные руины. Что вы делаете? Осмотреть. Вы осматриваете руины. В подвале вы находите тощего человека в цепях. Давай не будем... Хотя я даже не знаю. Я бы не хотел его освобождать, так как... Видите, что получается? Если мы по-хорошему к людям, то они просто-напросто нас гасят. И если я сейчас пленника освобожу, он может накинуться мне и перерезать глотку просто-напросто. Зная этот местный народ. Оставим пленника на месте. Вот и все. И... Меньше проблем будет. Даже если какой-то плюс нас там ожидал, в чем я очень сомневаюсь. Лучше... Береженого бог бережет, это, как говорится. Так, водичка, хорошо. В пути вы встречаете человека, который без цели бредет по пустыне. Его взгляд устремлен за горизонт. Он, кажется, не замечает вас. Что будете делать? Ну, давай приблизимся. У нас другого варианта. Нет, демон какой-то, смотри. Когда вы приближаетесь к нему, он медленно поворачивается к вам. Его глаза широко распахнуты, взгляд пустой и отрешенный. Кажется, что он смотрит сквозь вас из какой-то страшной дали. Что вы предпримите? Попытаться поговорить с ним. Вы приветствуете путника и спрашиваете, куда он направляется. Он отвечает глухим голосом, медленно цитя слова. Я иду в никуда. Я гуль. Древнее существо. Навсегда запертое в этом бренном мире смертных. Оставить гуля. Пускай гулит себе, смотри, какой он прикольный вообще. Нифига себе. Джин и гули. Чувствую, друзья, нам... Ох. Как придется. Интересно. Какая благодать, что нам удалось добраться до Наджирана. За это я хочу щедро отблагодарить тебя. Хорошо, почему бы нет. За помощь вы получаете награду. 100 динаров и плюс 195 очков. Обда. Обда, обда, обда. Давай, хорошо. Так, кому нам нужно... А, забрать нужно отсюда и... Доставить назад, получается. Горожанин, купец, наемник, глава гильдии, горожанин и колодец, да? И тоже горожанин. Давай к главе гильдии для начала обратимся. Ашан. Хочешь нанять крепких ребят для охраны каравана или потренироваться? Здесь доступно и то, и другое. Расскажи побольше о своем предложении. Да, мы, в принципе, знаем, что он может предложить. Опаньки. Нанять помощников. 200 динаров. Марфа, помощник. Я вообще не знаю, пока толку от этих помощников у нас вообще никакого не было. Но, по крайней мере, в предыдущей серии. А больше здесь ничего у нас недоступно. И это печалька. Ладно, оставим, значит, гильдию в покое. Так, наемник. А ну-ка, давай с наемником поговорим. Лея. Ты направляешься в Марип? Ходят слухи, что в городе властвуют тени и кошмары. Я хочу предложить горожанам свои услуги. Позволь поехать с тобой. Я буду защищать тебя в пути. Можешь присоединиться ко мне? Дополнительный герой. Наемник. Расход воды плюс 5. Давай. Не помешает. Ууу, какая горячая или знойная у нас наемница. Купец. Купец. Ох, и рожа у тебя, Бетани. Нифига себе, ты посмотри только на нее. Она какая-то ведьма, сто процентов. Не желаешь ли взглянуть на мои товары? Давай посмотрим. Пшеница. Короче, нам, я так понимаю, друзья, нужно... Нифига себе у нее больше штуцера. Нормально так. Я вообще щенок поср... Не, не, я с ней. Вы скажете, друзья, маг, но это же купец. Я понимаю, что это купец. Купец. Купец просто пипец. Рейтинг третий. Надо было вообще-то прицениться, конечно, но заморачиваться мне особо пока что не хочется. Мне хочется как-то, знаете, вот нырнуть в эти пески игры и потом уже разбираться. То есть мне хочется как-то, чтобы меня игрушка завела, так сказать. Чтобы она меня как-то так... Ух, ух. А потом уже можно заниматься вот такой вот банальщиной и... Купи-продай. Правда? Не будем ничего пока что покупать. У нас, тем более, что денежек не так, чтобы много и... Кроме того, запас воды нам нужно... Здравствуй, караван баши. Желаешь пополнить свои запасы воды? Также могу предложить отличные бурдюки. Давай два запаса пополним. И, наверное, продолжим, да? Наше путешествие. Хотя горожан тут дофига. Давай посмотрим. Скажи, путешественник, много ли демонов на дороге? Нет, не отвечай. Мне лучше их не знать. Однако я не хочу, чтобы мои товары украли демоны. Послушай, у тебя хватит храбрости доставить мой груз в Санну. Так, подожди. Подожди, 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 подожди. Нам нужно посмотреть. Харам. Шаба. Сана. Пока что я думаю, что мы не будем вот эту Санну брать. То есть Харам, Сана и Шаба. Или Шаба. У нас и Марип тоже отпадает. Нет, мы вообще должны возвращаться в Кайрат Альфав, чтобы доставить золото на место. И... Значит, Истира. Значит, тетя послала тебя за нашей семейной лириквией. Вот она. Возьми ее и передай тете мои лучшие пожелания. Окей. Так, это выполнили. Хорошо. Санну пока что не стоит. И вот здесь вот давайте посмотрим еще. Хазай. Что привело тебя, Караван Баши, в дом моего хозяина, мудреца Сахарии? Не хочу вторгаться. А, то есть это и все, да? Получается. Ну ладно, нам придется тогда посмотреть на купца и что у нее как... Что у нее продается вообще? Закупочная цена 48. Закупочная цена 48. Я не особо помню, что у нас там было. По-моему, были какие-то инструменты, да? 40. Инструменты... Лен 20. Шерсть 25. А инструменты 40. Если что, просто там перекупим. И все равно нам придется возвращаться сюда. Ну, погнали назад. Так я понимаю. Доставить семейную реликвию обратно в Кайрат Альфа, да? Погнали. Доставим сейчас семейную реликвию. И потом вернемся, уже будем обслуживать все остальные города и все остальное. Вы чуете неприятный запах. Принюхавшись, обнаруживаете, что запах исходит от ваших бурдюков с водой. От невыносимой вони начинают слезиться глаза. Как жаль, вода оказалась чистой и свежей, когда вы ее набирали. Что делать? Вылить воду или оставить как есть? Ух ты, блин. Нет, стоп, подожди. Если я оставлю как есть, то она заразит и другую воду, а там хоть десяточек останется. Давайте выльем десять. Так, там у нас битва, а это те руины, которые мы с вами нашли. Выходит дело. А вот очень интересно, друзья. Как? Минус два здоровья забрали. Блин, ноль в воде. Караван достиг пункта. Да. Как вообще? То есть, те места, которые мы уже посещали с вами, получается, мы уже в безопасности как бы находимся. То есть, я что имею в виду, друзья? То есть, блин. Надеюсь, вы поймете, о чем я. Путь, который мы с вами прошли и те события, которые мы уже с вами, с которыми столкнулись, на обратном пути такие же вроде бы как сохраняются. Вместе с нашим сохранением выходит дело. Или новые какие-то сформируются по тому же пути, которые мы с вами уже проложили. Вот о чем я говорю. Мы можем, кстати, вот такие необязательные события, насколько я понимаю, выбирать прям на карте. Хлоп, хотим мы столкнуться с ним или нет. Но пока что я этого делать не буду, потому что... Ну, сами понимаете, мы только начали и... Первая смерть... Во второй серии это слишком жестоко. Вы подъезжаете к бедной пустой хижине. Перед ней стоит человек рядом с ним, осел. Когда караван приближается к хижине, бедняк обращается к вам. Нет, смотри, новые события все-таки идут. Окей. Я на коленях умоляю тебя о помощи. Моей больной дочери срочно нужно лекарство. Но мой урожай оказался слишком скудным. Пожалуйста, купи этого осла, чтобы мне хватило на лекарство для дочери. 200 драхм. Блин, это больно, 200. Нам бы улучшиться. Блин, какое жестокое вот... Я бы вот... У меня просто всегда прет в таких случаях гуманизм. И я не могу... И на лекарства хочется помочь. И 200 драхм, если я сейчас потеряю, то... Блин, останется 57. Я не смогу даже улучшить нашего главного героя. Что просто необходимо. Учитывая то событие недавнее, которое с нами случилось. Но я не буду обращать внимания. Продолжу путь. Сорян, чувак. Надеюсь, она выздоровеет. Дело выживания здесь, друзья. Тут... То есть... Опять те же руины. В пути вы попадаете в пересохший оазис. Что вы сделаете? Осмотреть руины. Игнорировать руины и продолжать путь. Тут получается, что уже зафиксированный такой... Локация такая, мини. Чувак там обитает. Быть может, когда-нибудь я к нему вернусь. Но не очень хочется рисковать пока. Опять же. Так. Глава гильдии. Что ты нам можешь предложить? Давай посмотрим. Никакого улучшения, к сожалению, я не могу взять. Помощник. Ну, помощник 10 здоровья. То есть, ее вынесут просто со старта. И 200 драхм у нас уйдет в пустоту. Так, ну ладно. Где у нас тут была барышня с... Груз в сану. Давай. Тогда возьми моего верного ослика. Он полностью нагружен. Надеюсь, ни одна вещь не пропадет в пути. Пока он не доберется до моего партнера в сане. Хорошо. Смотри, какой ослик. Миленький. Такой классный вообще. Еще и хвостиком махает. Так. Что-то меня как-то потянуло на сантименты. Да, давай пополним запас воды. Купец нас не интересует. Хотя, давай проверим просто, сколько возросла ли цена на это все. Да нет, особо выходит дело. Вообще-то я бы, конечно... Знаете, как поступил? Я бы взял вот... Пару товаров ради... Происхождение на джран. Ну да. Давай возьмем, наверное, лен. Возьмем инструменты. И возьмем... Шерсть. Вот так. 85 я заплачу только ради того, чтобы реально... Друзья, проверить, как будет дальше идти. Если что, мы просто вернем их назад. Или что-то типа этого. Так, торговаться у нас пока что некому. И нечем особо. Так, гражданин что-то хочет. Не хочу вторгаться. Ну да. Пошли в санну. Харам у нас на пути, кстати, да. Наше путешествие. Расход воды минимум 3. Погнали. Сейчас я немножко, друзья, втянусь в игру. И мы уже потом будем просто молниеносно все. Пшеница испортилась. Да, блин. Был убран из багажа. О, что это такое? А что это такое? Не знаю, но мы должны продолжать. Караван достиг пункта Харам. Харам. Здравствуй, Харам. Харамчик, Харамчик. Харам дорогой. Пополним водички. Купец. Давай посмотрим, что у него здесь. И как? Так. 30. Смотри. Ну да, у нас тоже 30. Шерсть. А, у тебя шерсти нет. 32. Лен 26. Давай шерсть продадим. То есть зеленым, как вы понимаете, у нас прибыль. Прибыльная продажа. А красным. Да, то есть не очень. Нифига мы не зарабатываем за это. 58. И мы заплатили с вами 30. Не так, чтобы много, конечно, мы выручим. Но. Так. Харам. Здравствуй, Харам. Ничего в Хараме нас не ждет. И ничего нам здесь не светит. Походу, да? Хотя, погоди. Купец там был. Ну, у него такие камешки всякие там туда-сюда. Давай в Сану, наверное. Просто отправимся. Будем пока что опыт набирать. И надеяться на то, что нас опять не порешат. Слишком быстро. Опять какие-то руины. О, вот это город, я понимаю. Смотри. Так, так, так. Ну, и что у нас тут? Кто тебя послал? Пати? Не стоило. Но ты заслуживаешь награды за смелость. Спасибо. Спасибо. 195 опыта и 100 драхм. Чудненько. Так, купец. Давай-ка мы тебе инструменты скинем. Пап, просто максимально. Ого. Нифига себе. Ты посмотри. Вот это совсем другой разговор. Вот это я понимаю. 60. Круто. Так, лабендосик. И мне еще нужно купца. Погоди. Купца для пипца. Что у него тут? 88. Алмазы. 48. Ага. Финики. 15. Еда. Молоко. Но молоко испортится, наверное, и финики тоже. Нам нужно будет скорость какую-то увеличивать, наверное, нашим верблюдам. Если она, конечно, есть. Я что-то как-то плоховато помню. Соль 25. Ну, так себе. Короче, можно сюда все загребать и просто торговать с этим чуваком. Из других мест. Что тебе нужно? Хочешь продать мне товары для свадебной церемонии? Свадьбы не будет. Невеста пропала. Ее похитили против ее воли. Демоны утащили бедняжку далеко в горы. И хотя за ее спасение девушки назначили высокую награду, никто не посмел идти за ними. Кто-нибудь ее отыщет. Я пока не буду искать невесту. Ну, его в баню. Пока что мы не настолько крутые. Глава гильдии? О, смотри-ка. 362 у нас есть. Здесь ты можешь учиться чему-то новому и найдешь себе помощников. Ну, давай посмотрим. О, вот это я понимаю. А ну-ка, давай прокачаемся за 150 драхм. Угу. До рейтинга второго. Чудненько, наконец-то. Плюс 20 жизни, плюс 10. Ага, плюс 20, плюс 10, плюс 20, 20. Больше места для помощника. Добавлено дополнительное место для помощников. Рейтинг второй. Чудно. Пам-пам-пам. Еще можно кого-то, кстати, нанять. Такого себе. 248. Мардыхай. Наемник. Рейтинг первый. Но у него здоровья, смотри, сколько. И показатели такие более-менее. Правда, он бесхитростный. Но зато мочит капитально. Прикольно, буду знать. Я только... Единственное, что еще пока мы с вами не знаем, друзья, как меняются. Меняются ли вообще герои вот эти. О, купцов-пепцов. Пепцов-шабабцов. Ну че, пополним наши запасы, наверное, да? Надо будет не забывать это делать. И нам нужно двигаться теперь в Мориб. Нам же нужно сопроводить наемника. Правильно? Погнали. Прикольно, Сана такой небольшой городишко, но такой впечатляющий. Я представляю, Мориб какой. У купцов новый товар. Спасибо. Неожиданно вы замечаете одинокую лошадь у холма. На ней ни седла, ни уздечки. Животное выглядит изможденным и уставшим. Хотите подойти к лошади поближе? Подойдем. Когда вы подходите, животное пугается и отступает в сторону от каравана. Все равно подойти. Вы медленно подходите к лошади и успокаиваете ее. Взять лошадь в свой караван. Классно. Лошадь нарисовалась. Нормально, что? Погнали дальше. Тут уже как-то повеселее, смотри. Всякие горы, зелень. Лея. Спасибо за общий путь. Попробую предложить местным жителям свои услуги. 195 и 100. Драхм. Хорошо. Драхмы так, Драхмы. Бардол, мудрец. Ну, давай поговорим. Здравствуй. За малую плату я исцелю тебя от раны болезней. Ну, у нас пока что нет ни ран, ни болезней. Ничего такого. Батрос, скупец. Добро пожаловать. Меня зовут Батрос. К сожалению, в данный момент у меня нет товаров на продажу. Последний караван с моим грузом пропал без следа на пути из Адена в Тимну. Понятно. Понятно, что нифига не понятно. Тут вообще два купца. Хочешь, я покажу свои товары? Давай, покажи. Оу, зелье скорости. Смотри, эликсирчики всякие появились. Пошли в ход. Хе-хе-хе-хе. Круто. Целебное снадобье. Зелье скорости. Ну да. А это желтенькая что, моча? Зелье ярости. Нападение плюс 20%, настойчивость плюс 10%. 400 драхм. У-у-у. А целебное здоровье плюс 50. 200 драхм. Ну прикольно, прикольно. Это, короче, местный алхимик получается, да? Что-то типа. Давай у Бордола посмотрим, что у него тут. Они 40, 30. Ткани инструменты. Лен 17, смотри-ка. Прикольно. Давай наберем... Возьмем лен. Раз. Лен 2. Шкуры 26. Такс. И что-то какую-то одежду, я не знаю, даже мед. Ну вот, как-то стремно мне брать, друзья, какие-то продукты. Вот реально очень... Стремненько. Еще шкуры возьмем. Давай возьмем. 17, 26. Окей. Так, хорошо. И будем, наверное, возвращаться, да? Покровитель. Покровитель. Вернемся в сану. Давай вернемся в сану. Там немного воды будет. Я надеюсь, что там мы сможем продать из шматья, из каких-то вот таких вот вещичек. Довольно прикольно. За прикольную цену. 26.17. То есть такая же цена-то и... Ну да. Такая же. А. Ну ладно, пошли назад. Че поделаешь? Пойдем в шабу, наверное, да? Нам вообще вот это все нужно исследовать, как вы понимаете. Давай вернемся в шабу. К тому же и пополним, наверное, запасы воды. Давай запасики пополним. Буртики я больше брать не буду. И отправимся все-таки сюда. 17.26. Нужно запоминать. Ого, че так быстро? Такси-такси. Купец сразу. Блин, че ж вы такие страшные тут эти бабы? Вообще ужас какой-то. Неужели как-то миловиднее нельзя было нарисовать? Тоже 26. Смотри, и 17. Блин. Набрал фигни, называется. Ну зато теперь будем знать. Что между этими городами нечего даже. Ловить. Давай вот сюда пойдем. Тимно. Классно было бы нанять кого-то. Но я думаю, что это местечко особо не опасно. Поначалу, я надеюсь. Так, давай посмотрим. Че у тебя тут? 23. 34. 34. Давай, наверное, сразу избавимся от этого. Хлобендысь, хлобендысь. Ага, 114. Прикольно. Бамц. И еще один купец. Давай посмотрим, че у тебя есть. Опаньки. Маска. 500 драхм. Настойчивость плюс 10. Эмоции плюс 10. И короткий лук. Нападение плюс 10. Уу, прикольно. 250 тоже. Круто, даже оружие есть. Вообще. Бомба. О, караван баши, помоги мне. Прошу тебя. Мой муж был убит. И его убийца это Самаэль из Харджа. Которого так и не наказали, невзирая на все улики. Прошу, накажи его. Я отдам тебе все, что у меня есть. Пока что, барышня. Я, конечно, буду за и буду местным героем, походу, да? Но пока что я не буду браться за это. И мы потихоньку с вами приближаемся, друзья, к перерывчику. Итак, мы нашли нашего верблюда. Я очень рад ему, кстати. И кроме того, мы еще нашли лошадь, которая нам будет тоже в помощь. 13 всего у нас есть ячеек, 5 из которых заняты, конечно же, водичкой. Ну и будем продолжать уже в следующей серии. Ссылка на плейлист в описании под видео. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо, что смотрели. Оставайтесь на канале. Здесь много всего интересного. Я вас жду в других видео. Пока. Пока.